еще раз доброе утро всем сегодня как я уже заявил мы будем говорить об анализе дебюторской задолженности и о том как ее можно реализовывать с помощью систем бизнес-аналитики для начала позвольте представиться меня зовут егор белоусов я консультант аналитик компании bi-consult и скажу буквально пару слов о нашей компании наша компания уже более 10 лет работает на российском рынке систем бизнес-аналитики и является официальным партнером вендоров клик и табло нами было реализовано более 200 проектов по разработке би систем и на данном слайде вы можете видеть лишь некоторых из наших клиентов здесь как абсолютные лидеры рынка россии такие как сбербанк газпром нефть магнит x5 ритейл а так и нишевые и региональные игроки в нашей компании работает более 25 сертифицированных разработчиков а также функционирует учебный центр где на постоянной основе проходят курсы подготовки по работе с клик табло и microsoft power bi компания by consult как я уже говорил работает с лучшими системами бизнес-аналитики это клик и табло приложение которое мы сегодня будем с вами рассматривать реализованы на базе кликсенс одного из неизменных лидеров рейтинга gardener но для начала скажем пару слов о дебиторской задолженности как таковой и о том а почему ее важно отслеживать собственно говоря отслеживание и анализ дебиторской задолженности это крайне важная актуальная тема для любой компании которая работает со своими клиентами на условиях отсрочки платежа дебиторка это по сути наши деньги которые временно зависли на счетах клиентов и чем больше их там зависла тем соответственно сильнее растет наш оборотный капитал и как следствие тем меньше у нас остается живых ресурсов которые мы можем использовать для работы и развития соответственно отслеживание и анализ дебиторской задолженности это крайне важная функция однако для проведения качественного анализа требуется соответствующий инструмент с одним из таких инструментов мы как раз сегодня с вами и познакомимся управление дебиторской задолженностью предполагает ее поддержание ее оптимальной величины с учетом качества дебиторки и достигается это за счет следующих мероприятий то есть во первых это пред договорная работа это комплекс мер при которых будущий дебитор тщательно проверяется на предмет его платежеспособности оценивается риск просрочки им платежа по возможности получаются отзывы от других его партнеров на основе которых можно сделать вывод о его надежности и соответственно принять решение о продолжении или не продолжение работы с ним второе это юридическое сопровождение заключения договора то есть на этапе заключения договора с будущим контрагентом можно предусмотреть все в договоре различного рода санкции за нарушение сроков оплаты например за или проценты за просрочку платежа во первых это будет дополнительным стимулом для нашего партнера не затягивать с оплатой а во вторых это может хотя бы отчасти компенсировать наши потери связанные с несвоевременным получением денег третье это полный своевременный учет дебиторской задолженности как мы все понимаем качественный анализ без полных и достоверных исходных данных невозможен поэтому крайне важно чтобы в компании был налажен учет и постоянно под рукой были регулярно обновляемые исчерпывающие и максимально детализированные данные об имеющейся задолженности четвертое это контроль величины состава и структуры дебиторки то есть вопросах управления дебиторской задолженности важны расчет и анализ основных показателей характеризующих состав и структуру дебиторки об этом мы как раз таки будем сегодня подробнее говорить и смотреть как это может быть реализовано в кликсенс добавлю только что к управлению дебиторской задолженностью еще относится реструктуризация долгов то есть она может предусматривать примеру предоставление скидки при быстром погашении дебиторки прощение части долга при условии оплаты оставшегося или уступку дебиторской задолженности другим организациям и последняя она же крайняя мера это претензионная работа с дебиторами то есть в организации также должна быть поставлена претензионная работа в отношении тех должников которые просрочили оплату и когда уже единственный путь погашения это судебное взыскание а теперь немного подробнее о том что именно при анализе дебиторской задолженности происходит и на что следует обратить внимание первое это анализ состояния дебиторской задолженности ее состава и структуры при анализе дебиторки важно отслеживать не только ее объем но и понимать по каким контрагентам товаром услугам она возникает соблюдаются ли сроки погашения если нет то насколько она просрочена и так далее второе это формирование аналитической информации позволяющей контролировать дебиторку данная информация должна быть не просто набором данных она должна представлять из себя готовые ответы на основе которых могут приниматься управленческие решения третье это оценка платежной дисциплины покупателей это анализ на основе которых можно оценивать платежную дисциплину конкретных заказчиков и своевременно принимать соответствующие меры то есть выставлять штрафные санкции если это предусмотрено договором или предпринимать какие-то иные действия и четверто это выявление составе дебиторки обязательств мало вероятных для взыскания то есть возможно работы аналитиков и экономистов в данном случае уже мало и необходимо привлекать юристов и готовить материалы для судебного взыскания дебиторки и немного показателях во-первых важно понимать что любая информация важна в динамике статичная информация не является полезной и показательной а вот если мы видим например увеличение срока оборачиваемости задолженности по сравнению с прошлым периодом то это повод начать искать причины этого с другой стороны если показатели говорят о снижении суммы задолженности то это может быть как следствием мер принятых для ее сокращения так и следствием сокращения продаж в целом соответственно в причинах нужно разбираться в любом случае так как даже положительная на первый взгляд динамика может таить себе скрытые проблемы и так какие показатели мы отслеживаем ну во-первых эта сумма как базовый показатель который может дать общую картину о том как обстоит ситуация но никаких конкретных решений на основе информации полученной от него принять чаще всего нельзя второе это оборачиваемость важный показатель так как даже при большой сумме задолженности можно снизить ее отрицательное влияние на финансовую ситуацию в компании уменьшив срок ее оборачиваемости третье это состав то есть разложив сумму задолженности на контрагентов можно увидеть по кому образовывается наибольшая задолженность по кому она просрочена провести мероприятие по работе с партнером с целью снижения то есть структурирование позволяет найти проблемные точки и работать именно с ними а не полить по площадям и четверто это сроки возникновения важно понимать имеющаяся задолженность укладывается в установленные сроки или нет если нет то какова просрочка возможно уже стоит создавать резерв по сомнительной задолженности списывать безнадежную и так далее но теперь перейдем от теории к практике посмотрим как анализ дебиторской задолженности может быть реализован в кликсенс посмотрим это на двух примерах так вот первый из них мы сейчас видим первую страницу приложения по анализу дебиторки и это если не идеальный то очень хороший пример того как может быть реализован дашборд для руководителя потому что только зайдя на страницу мы сразу видим всю ключевую информацию которая нас может заинтересовать а именно это сумма дебиторской задолженности количество дебиторов также у нас есть справочная информация по начислениям оплатам и так далее обращаю ваше внимание что вся информация которая представлена здесь она показана в динамике то есть мы видим не просто какой-то застывший срез на конкретную дату на конкретный момент а мы видим то как развивается ситуация в каком направлении динамика у нас и соответственно можем делать из этого какие-то выводы также у нас представлены фильтры как с помощью которых мы можем сузить наш выбор сузить нашим сферу нашего интереса обращаю ваше внимание что кликсенс поддерживает возможность ассоциативного анализа то есть только выбрав какой-то один из элементов данных мы сразу видим все связи с ним то есть например нас интересует регион 88 кликнув по нему мы сразу можем сказать что к данному региону относятся подразделение 449 и относятся следующие категории то есть нам не нужно знать из какого источника загружены эти данные нам не нужно знать какая иерархия у этих данных то есть является регион вышестоящим с и вышестоящей категории по отношению к отделениям или наоборот мы просто начинаем исследовать интересующий нас область с любой точки и соответственно сразу видим все связи сразу видим что то что отмечено белым это у нас относится к нашему выбору темно-серым не относится и светло-серый цвет это альтернативный выбор который мы можем сделать но вернемся к нашей странице обращаю также ваше внимание что вся информация здесь представлена в двух вариантах это согласно бухгалтерскому учету вот как мы видим слева и согласно управленческому учету как мы знаем жесткие требования бухгалтерского учета порой не позволяют нам достаточно гибко взглянуть на те данные которые у нас есть и соответственно в данном случае нам помогает управленческий учет где мы можем сделать некие допущения и посмотреть на картину именно с той стороны как нам это необходимо увидеть это именно в том разрезе и так как вся информация которая загружается в приложение она обновляется автоматически на регулярной основе соответственно зайдя в это приложение сотрудник каждый раз видит актуальную информацию ему не нужно задумываться о том как ее обновить и там как часто нужно это делать также внизу страницы мы видим объекты которые сразу привлекают наше внимание это рейтинги то есть данном случае мы можем видеть кто из наших контрагентов имеет наибольшую сумму задолженность как мы видим по одному из контрагентов 12405 сумма явно выбивается из общей картины соответственно будем смотреть в чем причина что стало что послужило этой ситуации обращаю ваше внимание что если мы выбираем какой-либо объект на любой из визуализации то соответственно у нас перестраивается сразу все приложение и сейчас мы видим уже что у нас вот информация только по одному дебитору вот она сумма то есть выбрав только один объект мы сразу видим все что к нему относится как я уже говорил и продолжаем исследование переходим на следующую страницу посмотрим что же происходит с этим абонентом почему сложилась такая ситуация следующая страница уже также перестроена под нашу выборку и мы видим только то что относится к абоненту 12405 здесь мы сразу наглядно видим что этот абонент работает в подразделениях 448 453 и в регионах 77 и 89 соответственно сразу возникает у нас резонный вопрос почему в этом подразделении складывается такая ситуация что сумма по абоненту растет такими темпами то есть достигла такой большой величины для этого мы уберем сейчас фильтр по абоненту и посмотрим на это подразделение в целом и что мы здесь видим мы видим что помимо вот этого крупнейшего по сумме дебиторки абонента есть еще один номер 951 по которому сумма тоже довольно существенная то есть нам имеет смысл рассматривать их обоих этих абонентов потому что они относятся к одному подразделению соответственно могут быть какие-то допустим общие причины сложившейся ситуации для этого выбираем этих абонентов выбираем конкретное подразделение и давайте посмотрим как складывалась ситуация в динамике потому что как я говорил динамика может нам показать какие-то моменты которые не видны в статичной информации перейдем на страницу конструктор отчетов и давайте допустим выберем пару последних месяцев чтобы посмотреть как менялась ситуация примеру возьмем январь в качестве базового периода и февраль в качестве альтернативного развернем информацию и видим что в целом ситуация по подразделению 448 которые мы исследуем она не такая плохая у нас сумма дебиторки за последний месяц снизилась на 48 миллионов соответственно это вот то о чем я говорил во время презентации то что на первый взгляд у нас динамика положительная и казалось можно было бы успокоиться и сказать что все хорошо но не будем на этом останавливаться посмотрим на эти данные с другого разреза то есть система кликсенс позволяет нам очень быстро переключиться на другую информацию то есть мы сейчас смотрим в разрезе подразделений можем посмотреть в разрезе абонентов кликаем сюда и снова смотрим подробнее и здесь мы видим что по абоненту 951 ситуация действительно исправляется за последний месяц у нас практически 1 5 всей задолженности была погашенной и хотя ситуация по-прежнему не самая хорошая сумма дебиторки очень высока но тем не менее динамика положительная и возможно именно по этому абоненту там не требуется каких-то принятие каких-то срочных мер а вот по абоненту 12405 все как раз таки наоборот мало того что сумма еще больше по нему но и она увеличивается за последний месяц выросла на 15 миллионов соответственно нужно разбираться уже только в нем потому что это главная проблемная точка на сегодняшний день выберем его и посмотрим теперь по какому региону происходит эта ситуация где она сложилась выбираем регион переключаемся другой разрез и соответственно видим что вся вот эта сумма задолженности которая образовалась она у нас относится к региону номер 77 соответственно мы сейчас буквально вот в несколько кликов добрались от первичного сигнала который у нас был сформирован в виде рейтингов на первой странице нашего приложения мы локализовали скажем так нашу проблему то есть мы поняли что вот в этом подразделении это происходит 448 это происходит в регионе 77 и теперь мы соответственно можем уже дать например поручение руководителю региона 400 подразделение 448 и сотруднику ответственному за 77 регион чтобы они посмотрели а что собственно говоря происходит почему складывается такая ситуация это можно сделать очень просто там буквально парой кликов можем выгрузить теперь эту найденную нами информацию в excel и отправить заинтересованным сотрудникам чтобы они смогли дать какие-то пояснения информация у нас выгрузилась прямо в таком же виде как она была в приложении и она готова к отправке при наличии каких-то более детализированных данных можно было проводить еще более глубокий анализ то есть искать конкретных сотрудников ответственных за данного абонента за данный регион искайте конкретные номера договоров по которым сложилась такая ситуация то есть глубина анализа будет зависеть исключительно от того насколько подробные и детализированные исходные данные имеются в конкретном конкретном случае но теперь сейчас перейдем уже к следующему нашему примеру и посмотрим здесь кликсенс является универсальным инструментом с той точки зрения что помогает решать как задачи проведения глубокой аналитики рядовому сотруднику так и подготовки короткой емкой информации для руководителей на основе которые могут быть приняты те или иные управленческие решения и сейчас мы это как раз продемонстрируем представим ситуацию что перед нами стоит задача подготовить краткий анализ дебиторки для руководства рассмотрим какие инструменты у нас для этого есть в наличии то есть начнем мы со страницы отборы где мы можем выбрать те области которые мы хотим анализировать и как я уже говорил ранее система бизнес аналитики позволяет изучать данные максимально детализировано и соответственно выбрав какую-то конкретную область допустим мы хотим проанализировать дистрибьютора скажем номер 15 и соответственно мы сразу увидим всю ту информацию которая относится к нашему выбору мы выбираем дистрибьютора и мы видим с какими типами продаж он работает на каких рынках в каких странах с какими юридическими лицами и так далее то есть вся подробная информация на сразу перед глазами при этом та информация которой сейчас у нас не участвует в анализе она не теряется из вида она у нас просто отмечена соответствующим цветом итак переходим на первую страницу будем смотреть информацию по данному дистрибьютору соответственно что мы видим здесь мы видим а во первых разбивку суммы задолженности по срокам какая из них просрочена какая нет на сколько дней мы видим информацию по оборачиваемости также есть справочная информация по резервам суммам отгрузок и оплат но давайте подробнее посмотрим на долю просроченной дебиторки переместимся в текущий период и здесь видим что на данный момент сумма дебиторской запрос доля просроченной дебиторской задолженности составляет чуть более 1 процента причем за последние порядка 8 месяцев она не превышала 4 процентов соответственно динамика у нас положительная и соответственно никаких срочных мер на данный момент принимать не требуется однако если мы с вами вернемся чуть чуть назад и посмотрим как складывалась ситуация ранее то мы можем увидеть что в определенные моменты доля просроченной дебиторки доходила аж до 31 процента то есть практически 3 всей задолженности конечно мы сейчас уже не можем вернуться в прошлое и изменить эту ситуацию но можно и нужно попытаться ее проанализировать и понять причины почему так случилось и как нам не допустить этого в будущем соответственно мы можем выбрать интересующий нас период это апрель 13 года в данном случае делаем эту выборку и посмотрим подробнее в табличном виде здесь мы сразу видим что идти в интересующий нас период основная сумма задолженности как раз таки и просроченной в том числе приходилось на первый тип продаж можем копнуть еще глубже посмотреть кто у нас является ответственным за этот тип продаж видим что ответственным является сотрудник номер 17 можем копнуть еще глубже и посмотреть в какой валюте складывалась эта задолженность но данном случае это будет не так актуально потому что вся задолженность у нас только в рублях соответственно опять таки мы сузили интересующий нас сферу исследования мы поняли что это только первый тип продаж это вот сотрудник номер 17 и теперь мы можем уже запросить у него информацию чтобы он поднял документы посмотрела что случилось тогда что привело к данной ситуации как а какие шаги нам следует предпринять сейчас чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем перейдем на следующий лист берем пока фильтр по периода здесь мы видим а чуть более подробно разбитую сумму задолженности и как мы уже видели и на предыдущем слайде доля просроченной дебиторки у нас составляет один 27 процента что является хорошим показателем но тем не менее нам есть еще с чем работать потому что мы видим 13 миллионов просрочены на срок от 8 до 30 дней еще 9 миллионов на срок до трех месяцев соответственно есть о чем поговорить с дебитором есть над чем работать и какие показатели улучшать но перейдем уже от анализа конкретного дистрибьютора к анализу ситуации в компании в целом сейчас мы на слайде срез графики где у нас в графическом таком визуальном виде представлена основная информация по нашей дебиторке соответственно здесь мы видим как разбивается дебиторка по валютам по срокам оплаты и у нас есть рейтинг по дистрибьюторам после которая отсортирована по общей сумме задолженности и как мы видим крупнейшим дистрибьютором по сумме задолженности является дистрибьютор номер 15 которого мы с вами рассматривали на предыдущих страницах и соответственно то что по нему сумма задолженности доля просроченной задолженности составляет там чуть более одного процента это безусловно положительный сигнал но как мы видим в целом по компании ситуация не столь радужная потому что только 56 процентов от общей задолженности не являются просроченной соответственно нужно в этом разбираться нужно смотреть где проблемные точки искать их во первых давайте переключимся на просмотр только просроченной задолженности также здесь реализована такая возможность и буквально одним кликом мы можем посмотреть интересующую нас информацию соответственно переключившись на просроченную дебиторку мы сразу видим что у нас перестроился рейтинг и кто у нас является крупнейшим дебитором по просроченной дебиторке это дистрибьютор номер 50 такой антигерой нашего рейтинга в данном случае выберем его и посмотрим что же привело к созданию данной ситуации в чем причина ну как мы видим вся задолженность у него только в рублях и треть всей задолженности находится в промежутке от полугода до года то есть конечно эта ситуация совершенно неприемлема нужно нам разбираться что случилось посмотрим информацию в динамике что здесь происходило для начала посмотрим как соотносилась сумма дебиторки общая с просроченной дебиторской задолженностью выберем эту информацию и посмотрим на текущий момент что у нас происходит и мы видим что в последние месяцы доля просроченной дебиторки приближается стремительно к ста процентам то есть практически вся задолженность является просроченной о чем это может говорить ну во первых это может говорить о том что новая дебиторская задолженность не возникает а возникшая ранее только увеличивается по возникшей ранее только увеличивается срок просрочки соответственно следующее предположение которое мы можем сделать что по данному дистрибьютору уже не ведется работа не происходят отгрузки ну давайте проверим наше предположение добавим сюда же информацию по отгрузкам и посмотрим как они происходят в последнее время перемещаемся в текущий период и видим что да действительно наше предположение подтверждается в последние месяцы отгрузки идут очень вяло и последние скажем два месяца они вообще находятся на нуле соответственно работа по данному дистрибьютору уже приостановлена и сейчас идет только взыскание оставшейся части долга может возникнуть у нас и следующий резонный вопрос а насколько хорошо идет взыскание этого долга насколько быстро погашает задолженность наш контрагент посмотрим эту информацию берем пока что динамику по отгрузкам добавим информацию по оплатам и еще раз посмотрим что у нас происходит ну к сожалению ситуация для нас неутешительная как мы видим оплаты в последние месяцы также не происходят соответственно вот нам налицо такой яркий пример когда видно что уже стандартных мер воздействия и работы с контрагентом недостаточно и здесь уже требуется во-первых вынесение вопроса на рассмотрение руководства и возможно принять каких-то более жестких и решительных мер по взысканию задолженности как мы сейчас с вами успели убедиться созданная система анализа на базе кликсенс позволяет весьма дает весьма широкие возможности для работы аналитика и детального исследования предметной области но когда требуется информация для руководителей а не забываем что мы с вами сейчас готовим короткий отчет для руководства то для руководителей более высокого уровня нужна другая информация им некогда заниматься исследованием многочисленных подробных отчетов им нужны готовые ответы и здесь нам поможет вкладка истории это инструмент создания презентации который поможет коротко и емко донести найденную нами информацию для руководства во первых давайте определимся с тем что мы будем выносить на руководство во первых нам нужно показать общую ситуацию по состоянию дебюторской задолженности для этого вернемся сюда и сделаем необходимые снимки то есть во первых покажем какая общая сумма задолженности как она разбивается на сроки на просрочки какие проценты просроченной и не просроченной задолженности делаем этот снимок во вторых покажем в каких валютах у нас сложилась задолженность на данный момент и покажем наглядно какие есть просрочки по нашей задолженности теперь переходим на вкладку история я здесь подготовил небольшой шаблон на по презентации которую мы сейчас с вами быстро и заполним мы добавляем теперь информацию которую мы сделали на наших листах для анализа и соответственно переносим ее сюда все это делается буквально в несколько кликов и вся та же информация которую мы с вами исследовали подробно здесь уже представляется в коротком такому емком виде то есть не обязательно уже будет копаться подробно в деталях вся информация будет собрана в одном месте так первый лист готов далее что нам нужно еще во вторых руководство всегда интересует как складывается работа с ключевыми контрагентами как мы уже с вами увидели ключевым контрагентом крупнейшим по объему дебиторской задолженности является на дистрибьютор номер 15 соответственно давайте покажем как складывается работа с ним во первых мы продемонстрируем а кто же является крупнейшим дистрибьютором нашей компании делаем снимок этого рейтинга затем выбираем интересующего нас контрагента и покажем во первых как разбивается сумма его задолженности по срокам и во вторых да мы видим что сумма просроченной дебиторки совсем небольшая относительно общей суммы задолженности но тем не менее покажем на какие сроки она просрочена соответственно делаем еще и этот снимок возвращаемся на вкладку истории и добавляем это все на вторую страницу соответственно разбивку по просрочке задолженности можно прямо здесь немного подкорректировать чтобы у нас выходило только то что мы хотим показать чтобы не было ничего лишнего что мешает просмотру и соответственно добавляем эту информацию сюда также как вы видите здесь я добавил и некий комментарий который дает некую резолюцию по найденной нами информации то есть у руководства сразу есть вся необходимая информация и фактологические данные которые мы подтянули из нашего приложения и наше заключение по тому как складывается ситуация то есть есть уже сразу некий комментарий и далее что нам еще важно показать руководителю как мы выяснили у нас есть проблемный вопрос у нас есть дистрибьютор номер 50 по которому сейчас складывается очень неблагоприятная ситуация соответственно нам нужно показать что происходит по данному дистрибьютору во первых нам нужно показать кто является крупнейшим дистрибьютором по размеру просроченной задолженности опять-таки переключаемся на разрез просроченной дебиторки покажем что дистрибьютор номер 50 является у нас лидером этого рейтинга затем выберем его и посмотрим как складывалась динамика то есть уже то что мы нашли с вами ранее теперь покажем руководству покажем ему информацию по динамике просроченной дебиторки и как она соотносится с общей суммой задолженности и также продемонстрируем что ни оплаты ни отгрузки по данному дистрибьютору уже не ведутся соответственно что нужно принимать какие-то более решительные меры делаем этот снимок и переходим на страницу с презентации добавляем всю сохраненную информацию сюда то есть опять показываем рейтинг немного корректируем его и добавляем информацию по динамике соответственно все наша презентация почти готова стала сделать пару штрихов сейчас мы это сделаем бывает так что во прямо во время презентации возникают какие-то вопросы которые не были учтены и предусмотрены во время подготовки данного материала и соответственно в данный случай мы можем добавить прямо в презентацию лист из нашего приложения то есть мы выберем допустим один из листов и он будет прямо в нашем приложении соответственно все наша презентация готова мы показываем руководству как складывает ситуация по дебиторке в целом если вдруг руководителя по ходу презентации заинтересовал какой-то конкретный элемент допустим по валютам и можем тут же кликнуть на него и перейти к источнику данных то есть мы попадаем на тот же лист и нам показывает именно в том разрезе в каком это было сформированных презентации мы можем тут продолжить исследование также у нас есть информация по нашему ключевому контрагенту что по нему все складывается неплохо мы об этом пишем делаем некую резолюцию и также мы выносим а на рассмотрение руководства наш проблемный вопрос мы говорим о том что у нас есть дистрибьютор номер 50 по которому не происходит ни оплата не отгрузки соответственно нужно как-то решать вопрос и у руководителя уже сразу есть и данные на к на основе которых мы сделали такой вывод вон их сразу может увидеть и соответственно мы сделали некую резолюцию на которую может руководитель либо принять либо отправить ее на доработку и у нас есть интерактивный лист то есть если по ходу презентации возникли какие-то дополнительные вопросы прямо здесь можно что-то попытаться найти информацию какую-то дополнительную то есть например у руководства возникла возник вопрос а примеру кто у нас является крупнейшим дистрибьютором по сумме дебиторки скажем в гривнах мы можем тут же щелкнуть на эту информацию и увидеть что вот он это дистрибьютор номер 41 можем тут же посмотреть как по нему складывается просроченная задолженности так далее то есть мы это позволяет тут же прямо во время презентации найти какие-то дополнительные детали нюансы которые мы не добавили изначально сейчас нам потребовалось с вами некоторое время чтобы создать такую небольшую презентацию но как правило руководителям и ответственным сотрудникам на местах важно регулярно получать одну и ту же актуализированную просто на данный момент времени не информацию и в этом кстати нам может помочь модуль nprinting от клик который по преднастроенным параметрам сможет на регулярной основе рассылать отчеты заданному кругу людей то есть например вот в таком формате с таким набором данных и у ответственных сотрудников всегда под рукой будет актуальная информация для принятия управленческих решений основное преимущество ну не основное одно из преимуществ данного модуля состоит в том что получателям этой информации не обязательно иметь лицензию клик то есть professional или аналайзер он просто будет получать статичную информацию но тем не менее она будет постоянно актуализированная и рассылаем она регулярной основе сейчас мы рассмотрели с вами на двух небольших примерах то как системы бизнес аналитики могут помочь нам а выявить проблемные области и своевременно информировать об этом для принятия соответствующих мер важно понимать что анализ дебиторки это лишь один из элементов и аналогичным образом можно выстраивать работу с анализом продаж финансовой отчетности склада логистики работы с клиентами персоналом и многим другим объединяя все эти разработки в единую базу можно создать полноценную сквозную систему аналитики всего вашего бизнеса где будут вязаны абсолютно все данные из всех сфер и соответственно в этом как раз таки вам может помочь кликсенс в этом вам может помочь by consult практики лидеров рынка на сегодняшний день показывают что в столь динамичном быстро меняющимся мире подобные би решения уже не являются роскошью это необходимый инструмент для тех компаний которые стремятся к тому чтобы сохранить свои позиции и продолжать устойчиво развиваться до коллеги на этом основную часть нашего бинара мы закончим и сейчас посмотрю какие были от вас вопросы постараюсь на них оперативно ответить смотрите по на презентации вы спрашиваете это статический или обновляемый отчет то есть вся информация она подтягивается из приложения соответственно если в приложении ваши данные будут обновляться то соответственно их презентации тоже то есть система кликсенс позволяет нам автоматически обновлять данные из источников и у вас всегда будет под рукой актуальная информация на данный момент времени так чем в данном примере отличается дебиторка по бухгалтерскому управленческому учету но смотрите в каждом конкретном случае там это могут быть разные нюансы то есть если вам требуется смотреть информацию несколько отличную от того как это требует бухгалтерский учет то это можно настраивать индивидуально то есть никаких каких-то шаблонных примеров здесь нет то есть это все настраивается под именно ваши требования данные по дебиторке да они подкачиваются из учетных систем то есть ну в наших российских реалиях это в первую очередь 1с к из 1с замечательно забираются данные для этого есть специальный инструмент то есть как мы понимаем клик на в автоматическом режиме не умеет хорошо забирать данные из 1с потому что 1с это только российское решение но есть специальный 1с коннектор который как раз таки преобразовывает данные из 1с и уже в клик можно с ними спокойно работать также на регулярной основе обновляя так по поводу конкретных настроек допустим как из 1с эта информация подтягивается по датам по каким-то давайте да сугубо таким техническим вопросам если они у вас есть то призываю вас сейчас еще раз выведу на экран свой email можете их написать туда и уже с вами мы их подробно рассмотрим и я постараюсь на них ответить сейчас вы видите здесь мой email телефон можете туда обращаться и мы обсудим конкретно там какие-то технические вопросы реализации и уже дадим ответы на ваши вопросы не совсем понял что за инструменты можно подробнее о чем речь если вы про забор данных из 1с то я говорю это 1с коннектор с которым мы тоже можем вам помочь да это есть такое решение кроме 1с да естественно у клика очень широкий диапазон из возможных источников данных то есть это и erp системы всевозможные rp 1с в том числе то есть мы вот как я говорил работаем уже более 10 лет на рынке систем бизнес аналитики и за это время мы не сталкивались наверно ни с одним источником из которого так или иначе нельзя было бы забрать данные то есть вопрос загрузки данных не является проблемным и не из каких источников коллеги ну все я вижу что на данный момент пока вопросов больше нет тогда на этом будем с вами заканчивать спасибо всем за внимание обращаю ваше внимание что этот вебинар был только первым из серии трех вебинаров на этой неделе поэтому если вы еще не зарегистрировались на следующие 2 то призываю вас зайти на наш сайт и пройти регистрацию завтра и послезавтра в то же время мои коллеги продолжат рассказывать вам о том как системы бизнес-аналитики могут помочь в развитии вашего бизнеса а на сегодня мы заканчиваем спасибо всем за внимание всего доброго до свидания до свидания